Шалом, друзья! Я Исраиль Парибский, раввин, блогер, семейный консультант. Продолжаю учить вас ругаться. Обязательно посмотрите первый пятиминутный урок о конфликтах. Итак, продолжаем учиться правильно конфликтовать. Первое мы сказали, никогда не используйте в конфликте то, что после конфликта останется в памяти и будет портить отношения. То есть никаких оскорблений и обид. Это понятно и очевидно. Менее очевидно. Никогда не затрагивайте темы, которые человек не в состоянии изменить. Это национальность, это религия и это семья. Многие это правило игнорируют. Нельзя говорить твоя мама или твоя сестра, потому что человек не в состоянии отказаться от мамы или от сестры. То есть когда вы затрагиваете родственников человека, он не может ничего поделать. Соответственно конфликт перестает быть конструктивным и превращается просто в драку. Без каких-либо положительных перспектив. Следующее. Всегда конфликтуйте только на конкретную тему. Всегда выберите тему конфликта и говорите об этом. Не накидывайте. Потому что когда вы приводите еще какие-то другие вопросы, получается бардак. Это превращается в такой огромный, даже не снежный, а грязевой ком, который невозможно никак потом остановить. Конфликт вам не нужен. Дальше. Нужна конкретика. Всегда избегайте слова всегда. Никогда не употребляйте слово никогда. Слова всегда и никогда в конфликте запрещены. Говорите конкретно о конкретных ситуациях. И конкретно чего вы хотите. Не в общем, не теоретически, а всегда нужна конкретика. Тогда есть шанс к чему-то прийти. Не ты никогда, не ты всегда, а ты вчера вот так-то и так-то. Ты сегодня то-то и то-то. Понятно. Следующее правило это я-сообщение. Возможно вы об этом слышали. Что такое я-сообщение? Не говорите о том человеке, с которым вы конфликтуете, а говорите о себе. Не ты не помыл посуду. Не ты поставил свои носки в центре комнаты. А мне тяжело пользоваться умывальником, когда там гора посуды. Мне тяжело ходить по комнате, когда я спотыкаюсь от твоей носки. Что это меняет? Когда вы говорите о человеке, он будет защищаться. Когда вы говорите о себе, человек захочет вам помочь. Вы говорите о своей проблеме. Во-первых, с вами не поспоришь. Потому что не можешь сказать, мне мешает. Он не скажет, вам не мешает. Если скажешь, ты не прав, он скажет, нет, я прав. А если я говорю, мне мешает, что он скажет, тебе не мешает, он уже не может спорить. Он наоборот захочет помочь. Он же вам не чужой человек. Он с удовольствием помоет посуду, чтобы вам это не мешало. Понимаете разницу? Следующее. Очень важно. Никогда не пытайтесь добиться чего-то от человека, опираясь на его неправоту. То есть, ты сделал что-то не так, поэтому ты не моешь посуду, поэтому помой посуду. Ты не моешь посуду, поэтому помой посуду. Это провальная стратегия. Почему? Возвращаемся к нашему примеру с единоборствами. Я напоминаю, единоборство это один из видов конфликтов. Что происходит у нас в единоборствах? Когда вы указываете человеку на его неправоту, на его недостаток, это как будто вы сейчас нанесли удар. Если вы нанесли человеку удар, самое нерациональное, чего можно ожидать, я тебя ударил, поэтому сделай, пожалуйста, мне что-то хорошее. Так не работает. На удар есть три возможных реакции. Первое, защита. Второе, контур-удар. Обратное нападение. И третье, человек может сдаться и заплакать. То же самое на вашу претензию. Ты не моешь посуду или ты не прав в чем-то. Какие могут быть три реакции? Защита. Почему не мою? Я месяц назад помыл. Он защищается. Ты не прав. Все, он защитился. Год назад я помыл посуду. Второе, контур-удар. Да, я не мою посуду. Но зато ты помешан на чистоте. Ты все время только об этом и говоришь. То есть он нанес обратный удар. И у тебя какая-то другая проблема. И третья возможная реакция. Он сдастся и заплакать. Говорит, да, я не мою посуду. Я такой, я грязнуля. Но ни одна из этих реакций не приведет его помыть посуду. Что же нужно сделать, если вы хотите чего-то добиться от человека? Всегда опирайтесь на его силу. Не бейте его, а похвалите, погладьте его. Скажите, вот ты год назад помыл посуду, мне это очень понравилось. Пожалуйста, помой посуду сегодня тоже. Да? В такой ситуации вы можете от него добиться. Итак, обязательно пересматривайте эти ролики. Этот и предыдущий. Всего два ролика. Всего 10 минут. Обязательно их пересматривайте. И обязательно практикуйте их в ваших отношениях. Конфликтуйте с удовольствием. И получайте удовольствие от отношений. Шалом.